Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом, и свет – тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким. Четвертая ступень к одичанию – нравственная дезориентация. Нравственная дезориентация, когда уже человек не может понять, белое это или черное, тьму почитают светом, свет – тьмою, горькое – сладким, сладкое – горьким. Вы знаете, мне как пастору приходится общаться с людьми и выслушивать порой исповеди, когда люди рассказывают о боли своего прошлого, о тяжелых событиях из своего прошлого, чтобы можно было помолиться, что-то посоветовать, подсказать. И за вот все эти годы мне порой приходилось общаться с людьми, которые в детстве получили травму. В детстве получили, над ними было совершено какое-то насилие. Очень часто именно сексуальное насилие было совершено. И нередко именно от ближайших родственников, от отчимов, даже иногда от отцов, от дядей и прочих-прочих. И вы знаете, вот когда люди сидят, плачут и рассказывают эти ужасающие вещи, даже слушать больно, я представляю, что значит пройти через это. И не просто пройти, а пройти, когда ты был еще маленьким ребенком, был беззащитным, доверяющим слепо взрослым, один из которых взял тебя и использовал. Но вы знаете, я всегда спрашивал, ну а ты пытался говорить там маме, еще кому-то? И я с удивлением узнал, что большинство пытались говорить. Но вы знаете что? Им не верили. Им не верили. Говорили, да что ты придумываешь? Да это все ерунда. Дядя Федя у нас самый хороший. Что ты говоришь такое? Зачем ты это? И они начинают словно этого ребенка убеждать, что этого нет, этого не было, этого не было, этого не было. И мне люди рассказывали, говорят, ты знаешь, пастор, я чувствовал, что я с ума схожу, потому что в моей жизни происходит ужасное. Но когда я говорю об этом, этого нет, этого не было, ни с кем нет поговорить. А к сожалению, наша сторона по педофилии занимает в мире одно из самых первых мест. Неприятный результат, конечно же, не то, к чему мы стремимся быть первыми. Но так есть по статистике сегодня. И люди пытаются говорить, а часто это, знаете, это же жертвы домашнего насилия. Они верят, они верят этому. Ладно, перестань, эта ерунда тебе показалась, это все не так. И вот у ребенка, вы знаете, словно смещаются ориентиры. Почему говорят, что вот эти детские травмы на всю жизнь? Потому что, ну, знаете, с этими людьми можно расстаться в детстве. А вот с этой дезориентацией нравственной, когда непонятно, черная, белая, приходится жжить дальше. А как, как жжить-то дальше? У меня был случай как-то вот... Давно-давно, в самом начале 90-х, мы тогда поехали на одну конференцию с молодежью, где она была тогда? И я помню, мы были на конференции в Риге, а потом решили, было теплое время, отдохнуть и покупаться в Юрмале. И вот мы поехали с группой молодежи в Юрмале, там купались, вот. И мы были все молодыми, нам было что-то 19 или где-то вот так лет, даже 20 еще не было. Вот. Все были студентами, вот. Все немножко, ну, как молодежь, друг перед другом, друг перед другом, друг перед другом немножко. Вот, и мы тут решили, а кто сколько может сделать кувырков в... Вот, знаете, когда ты крутишься в воде, внутри воды, вот крутишься, кто сколько может кувырков в воде сделать? Ну, там кто-то сделал. И я такой думаю, ну, я же, я сейчас удивлю всех, столько раз прокувыркаюсь. Ну, там кто-то, пять, кто-то, еще что-то. А я думал, сейчас 10 раз прокувыркаюсь. И я начал кувыркаться в воде и сделал 10 таких кувырков. Знаете, когда ты крутишься, крутишься, крутишься. Чувствую, что еще воздух есть, Бог дал хорошие легкие, воздух есть, могу еще пятерочку, и еще, так 15 получилось, я прокувыркался, уже воздуха мало, но еще есть, думаю, до 20 дотяну, и уже дотянул до 20, и уже воздуха нет, сейчас думаю, все, 20, надо вставать. Это было самое мое ужасное происшествие на воде, самое ужасное, почему? Потому что, когда я попытался встать, я вдруг понял, что вот в течение этих 20 кувырков я не понимаю, где дно, где воздух. Я пытаюсь встать, а ощущение, что вокруг везде какая-то бурлящая вода, дна никакого нет, я не могу понять, куда вставать, а воздух уже практически в легких закончился. По милости Божьей, каким-то образом я встал, это было, ну, как я сказал, самое ужасное из всего, что у меня происходило на воде. Я до сих пор это помню, тот ужас, когда ты пытаешься встать, а не знаешь, куда встать, где дно, не можешь понять, вот в пространстве потерялся. И я с того времени на всю жизнь запомнил, какой ужас быть дезориентированным. И послушайте, не только опасно и ужасно быть дезориентированным в пространстве, но и в духовном мире можно быть точно так же дезориентированным. Когда вот эти люди кружатся, 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 вот эта суета нас, суета-сует, 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 и засуетился. Потом часто люди так суетятся всю неделю, а потом приходят в церковь, не знают дно где, слушают эту проповедь, смотрят на стихи, вообще ничего не понятно, о чем вообще речь, о чем говорить. Ну, некоторые сразу вырыбаются, спать начинают. Другие просто сидят, ничего не понимают. То есть есть некое вот это понятие дезориентации, дезориентации в духовном мире. И это не менее, если не более ужасно, чем дезориентация в пространстве. Когда-то дезориентация, когда, вы знаете, часто жертву вместо помощи начинают еще обвинять. А, наверное, там платье не такое было еще, а, наверное, сама спровоцировала, а, наверное, вот это-то-то-то. А вот, ну, и те, кого надо защищать, те, кому надо помогать, от них все отворачиваются. Полная вот эта дезориентация, полная дезориентация. Отсюда многие вещи возникают, потому что, вот, если ты сталкиваешься с чем-то ужасным, с чем-то кошмарным, с агрессией, с насилием, с беззаконием, с этим же нужно что-то делать. А когда по разным причинам, ну, не знаешь, не можешь, не хочешь что-то делать, как к твоей психике жить с этим? Как к твоей психике жить с тем, что я ничего не делаю со злом, я же, получается, подлец, я не защищаю ребенка от насилия, я же начинаю быть кем? Это неприятно себе так думать. Неприятно себе так думать. Как жить с пониманием, я подлец, я мерзавец, как жить с этим? И психика начинает адаптироваться даже вот к ужасающим вещам. Как жить, если черное – это черное, но я молчу. Белое – это белое, но я не помогаю. А поменять местами. Черное – это белое, а белое – это черное. И вообще, все очень относительно. Как, с какой стороны посмотреть? С какой стороны посмотреть, подойти к этому вопросу, смотря, с какой стороны? И люди начинают все оправдывать, все оправдывать. И даже есть такое понятие, я думаю, вы слышали наверняка, так называемый «стокгольмский синдром». Был теракт в 1973 году в Стокгольме, и после этого это понятие возникло «стокгольмский синдром», потому что люди, которые оказались вместе с агрессорами и не знали, как делать, вот понимаешь, что психика – я рядом с агрессором, жертва вместе с агрессором. Часто сделать ничего нельзя. И тогда жертва, чтобы как-то психика с ума не сошла, начинает оправдывать агрессора, вставать на сторону агрессора. И вот после этого злодеяния в 1973 году в Стокгольме, люди были удивлены, что жертвы не только встали на сторону агрессоров, но оправдывали их и отказывались даже свидетельствовать на суде против этих ужасающих террористов в 1973 году. И вот возникло понимание «стокгольмский синдром». Полная дезориентация сознания. Черное – это белое. Когда ты начинаешь оправдывать насильников, агрессовать, обвинять жертвы начинаешь. Кажется, ну, разве это так страшно? Это очень страшно. Потому что ты с таким мышлением начинаешь подходить ко всем вопросам. И наше мышление становится искаженным. Продолжение следует...